Итак, сначала немного цифр и фактов о Санкт-Петербурге. Как всем известно, Санкт-Петербург находится на северо-западе Российской Федерации, на побережье Финского залива и в устье реки Невы. Во многом именно такое расположение определило наш сложный климат. Погода может смениться несколько раз за день. Летом из-за влажности у нас жара переносится тяжелее, чем во многих других регионах нашей страны. Так же, как и морозы, зимой кажутся сильнее, чем есть на самом деле. Также не стоит забывать и о ветрах, которые практически постоянно присутствуют в нашем городе. Поэтому всегда туристам рекомендуйте одеваться теплее, по возможности, как это называется, капусточкой, чтобы можно было что-то надеть и что-то всегда можно было снять, если вдруг станет жарко. Население нашего города уже превысило 5 миллионов человек. А когда в город приезжает много туристов, население становится еще больше, становится легко затеряться в толпе. Поэтому рекомендуйте, пожалуйста, туристам всегда записывать контактные телефоны гидов на всякий случай, а также стараться не отставать от группы. Ну и день рождения нашего города – это 27 мая 1703 года. Уже более 300 лет мы отмечаем это событие. Многие памятники в городе посвящены Петру Первому, тому, что наш город основал. Теперь немножечко о нас. Мы здесь, принимающие офис компании «Альянс Санкт-Петербурге», уже находимся более 10 лет. За это время нами разработано более 100 собственных экскурсионных программ. Более 200 отелей в Петербурге и Ленинградской области есть у нас в продаже. В основном многое из них в гарантированных квотах, естественно, это прямые контракты. Находится наш офис в самом сердце города, на Невском проспекте, напротив Казанского собора. Невский проспект, дом 30. Поэтому, если кто-то будет у нас в городе, мимо проходить, будет свободная минутка, пожалуйста, заглядывайте. Всегда будем рады. Чай, кофе обеспечим. Приходите. Как же до нас добраться? Очень просто. У нас 5 железнодорожных вокзалов. Это Московский, Ладожский, Финляндский, Балтийский и Витебский. Когда присылаете данные по прибытию туристов, пожалуйста, указывайте, на какой именно вокзал они прибывают. Основной, самый главный наш вокзал – это Московский. Он находится в самом центре города, на пересечении Невского и Лидовского проспектов. Он так и называется, многие его знают, как главный. В билетах вы не увидите слово, в билетах на поезд у туристов, вы не увидите слово Московский. Там пишутся две заглавные буквы – ГЛ. Это обозначает главный вокзал, то есть Московский. Имейте это в виду. Также у нас есть аэропорт Пулково. Очень удобно. Недавно открыли новый терминал Пулково. Раньше, если кто помнит, у нас было два аэропорта. Пулково-1 и Пулково-2. Поэтому многие путались. Но теперь эта проблема решена. Один единственный терминал. Очень удобный, он очень красивый, современный. Прилетайте, посмотрите. Также у нас есть речной вокзал, морской вокзал, автовокзал. То есть всеми любыми доступными способами можно легко до нас добраться. Итак, что же в Петербурге мы смотрим? Естественно, музеи. Петербург сам по себе город-музей под открытым небом. Перечислим самые известные музеи. Это Эрмитаж, крупнейшей коллекции мирового искусства. Фунцкамера. Первый музей Петербурга с коллекцией анатомических редкостей и аномалий. И большой этнографической коллекцией. Петропавловская крепость. Колыбель города. Островок XVIII века в акватории Невы. И русский музей с крупнейшим собранием произведений русского искусства. От икон Андрея Рублева до новейших течений. Но не только Петербург славится не только старинными музеями. Где во время экскурсии нельзя ни к чему прикасаться. И стройбие бабушки с указками грозят. Не дышите на шедевр. Появляются новые интересные экскурсии и интерактивные музеи. Вот один из них это костюмированные балы во дворцах. Да, в Петербурге много дворцов. И получили распространение такие костюмированные балы. Они все больше популярность набирают не только среди школьных групп, но и среди взрослых туристов. Расскажи немного о том, как это происходит. Значит, группа приезжает во дворец, встречает гид, конечно же, уже переодетый в костюм XVIII-XIX веков. Проводит небольшую экскурсию по дворцу. И далее вся группа идет в костюмерную. Там 4 или 5 костюмеров, в зависимости от количества человек в группе, очень быстро подбирают наряд, который вам понравится. Если что, они даже подгоняют по фигуре. Все происходит очень быстро. Затем группа поднимается в парадный зал, где идет небольшой мастер-класс по танцам. Затем уже показывается движение, одна репетиция, и далее уже под музыку танцуем, по мазурку, по ланеву и так далее. Действительно, танцы и движения все очень несложные. Действительно, всем очень нравится. Адреналин, что называется, зашкаливает. Действительно, никто не остается ушным, и все остаются очень-очень довольны. Далее, экскурсии квесты. Действительно, город Петербург, наверное, идеальный для проведения экскурсий квестов. У нас их сейчас огромное количество. И на открытых территориях, как по Петропавловской крепости, очень распространены квесты, так и внутри музеев-творцов. Сейчас уже, наверное, практически каждый себя уважающий музей разработал по своей территории некий квест. Так что, если у вас туристы спрашивают, без труда, все посчитаем, организуем, присылайте запросы. Далее, что такое сити-тур? Это достаточно новый туристский проект. Он больше подает для самостоятельных путешественников. Что же это такое? Это автобусный маршрут по городу, действующий по системе ХОП-ОН-ХОП-ХОП. То есть можно выйти из автобуса на любой остановке и зайти на другой, по тому же, билет в течение целого дня. Доступна аудиоэкскурсия на 10 языках внутри автобуса. Это очень важно, так как это не только для российских туристов удобно, но, естественно, и для иностранцев. Театры. Петербург славится своей театральной традицией. Перечислим хорошо известные самые большие и крупнейшие театры нашего города. Это Мариинский театр оперы и балета, театр опера и балета имени Мусоргского, Михайловский театр, Александринский театр и Большой драматический театр имени Товстанокова. Если туристы у вас хотят приобрести билеты на определенную театральную постановку, мы также оказываем данные услуги. Пожалуйста, обращайтесь к нам. Все предоставим. Далее. В Петербург необходимо ездить всей семьей. Это обязательно. Поговорим немного о том, куда же можно сходить с детьми. Первый аквапарк. Крупнейший аквапарк в нашем городе – это Петерленд. Находится в Приморском районе, в ближайшей станции метро, в Старой деревне или Комендантский проспект. Он находится в большом торгово-развлекательном комплексе. Он и сам очень большой. Там всегда тепло, всегда теплая вода, очень большой комплекс, саун и бань. И очень интересные горки. Большое детское отделение для самых маленьких, поэтому действительно очень понравится. Если будет свободный день, не пожалеете, сходите. Далее. Музей занимательной науки лабиринта. Подходит для более старших школьников. В этом музее с помощью игры и эксперимента демонстрируют законы физики, химии и биологии. Здесь можно посмотреть на торнадо, прикоснуться к молнии. То есть, если у ребенка нет особого интереса к данным предметам, то, наверное, посетив данный музей, этот интерес обязательно проснется. Океанариум. В 2006 году в торгово-развлекательном комплексе Нептун у нас открылся океанариум. Достаточно крупный. Знакомить посетители с многообразием представителей подводного мира. От рыбы-коровы до рыбы-вампира. То есть, грубо говоря, есть все. Интересно, что в океанариуме ежедневно проводится шоу добродушных тюленей и шоу кормления кровожадных акул. Проводятся они в определенное время. То есть, есть для этого сеансы. Если туристы у вас просят, чтобы мы приобрели билеты в океанариум и хотят попасть именно во время этого шоу, пожалуйста, это указывайте, так как билеты во время проведения данных шоу чуть дороже. И еще что, это детский город профессии Китбург. Также находится в большом торгово-развлекательном комплексе, недалеко от станции метро проспект Просвещения. Что же там дети делают? Это больше подходит для младших школьников. Там они могут определиться с какой-либо профессией. Это настоящий детский город. Там есть больницы, школы, стройки, Сбербанк есть, лабораторная служба Хеликс. То есть, это прям действительно город. Ребенок приходит, получает стартовый капитал некий, получает трудовую книжку. И далее, в зависимости от возраста, он может выбрать себе профессию, в которой хочет попробовать себя. Значит, могут быть строителями, учителями, фермерами, флористами, почтальонами, полицейскими, стюардессами и так далее. Огромное количество профессий. Можно там провести прям целый-целый день. Детям действительно понравится, поэтому сходите, если выдастся свободный денек. Далее, пригороды. Важная часть культурного наследия Петербурга находится именно в пригородах. Довольно хорошо известны Петербург с его фонтанами и Царское село. Два этих дворцово-парковых ансамбля ежегодно привлекают миллионы посетителей. Что здесь хотелось бы отметить по поводу Петербурга. Когда данная загородная экскурсия включена в программу, пожалуйста, обращайте внимание на то, какие именно объекты показывают, в Петербурге включены у туристов для посещения. Что может быть? Это может быть только экскурсия по Нижнему парку фонтанов. Может быть, один из малых дворцов для посещения включен. Возможно, это будет Большой императорский дворец. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Сейчас фонтаны еще работают. До 15 октября включительно фонтаны в Нижнем парке еще функционируют. Поэтому мы ездим в Петербург и посещаем обязательно Нижний парк фонтанов и один из малых дворцов. 16 октября все фонтаны выключат. Они будут до следующей весны заколочены в деревянные ящички. И туристы смогут наблюдать только некоторые малые дворцы или Большой Петербургский дворец. Мы включаем в стоимость Большой императорский дворец для посещения. Так как летом он дороговат, летом огромные очереди, не во все программы его получается поставить, то в межсезонье это очень хорошая возможность как раз-таки его посетить. По поводу царского села. Здесь тоже стоит обращать внимание, что именно включено в стоимость. В основном это Екатерининский дворец для посещения включен. Янтарная комната, она находится в самом Екатерининском дворце. И экскурсия, когда идет по дворцу, мимо янтарной комнаты она не пройдет. Поэтому если видите, что для посещения предоставлен Екатерининский дворец, то янтарную комнату можно не спрашивать. Она точно там будет. Но иногда в царское село в некоторые программы мы включаем посещение не Екатерининского дворца, а Царско-сельского лицея. Обращайтесь, пожалуйста, на это внимание. Так, что у нас еще осталось, но не менее интересны и другие царские резиденции. Как, например, это Павловск, дворец Павла Петровича, в котором он жил до восшествия на престол, с огромным пейзажным парком. Куда, кстати говоря, мы петербургцы любим приезжать для прогулки в любое время года. Особое место также занимает Кронштадт, город Форд, некогда защищавший Петербург со стороны Финского залива. В 2013 году в Кронштадте после реконструкции открылся морской собор.